Программа в теме. Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Осенью этого года начнут действовать изменения правил дорожного движения в Республике Беларусь. 22 октября при участии в дорожном движении, а также при сдаче экзаменов в ГАИ, необходимо будет соблюдать эти новшества. Привет. В студии Владислав Радюков. Сегодня в теме разбираемся, что изменится в правилах дорожного движения. В этом нам поможет независимый эксперт Александр Коноплицкий, автор книг «АПДД и ДТП», судебный эксперт-автотехник. Добрый день, Александр Эдуардович. Здравствуйте. В соцсети ВКонтакте есть группа проектов «Теми», там можно обсудить эту передачу. Также, если вы смотрите нас на YouTube, обсуждайте в комментариях, мы обязательно прочитаем. Давайте начнем, наверное, с того, что я знаю, что вы автор книг «АПДД и ДТП», и вы очень детально вчитываетесь в правила дорожного движения. Вот даже перед тем, как прийти к нам на передачу, несколько недель вы вычитывали текст и сравнивали старую редакцию правил дорожного движения с новой редакцией правил дорожного движения. Для чего нужна вот такая точность и придирчивость к каким-то моментам, на которые обычный человек вообще не обращает внимания? Вы понимаете, в чем дело. Одним из вопросов автотехнической экспертизы при ДТП и других каких-то там происшествиях является вопрос о соответствии действий водителя или других участников дорожного движения требованием правил. Поэтому, насколько точно будем знать правила, то есть то, что там написано, настолько точно можно будет дать ответ, соответствуют ли действия этого участника дорожного движения требованием этих правил. Поэтому здесь важна именно каждая запятая. Буквально каждое слово. Да. Ну и вот вы уже просмотрели новую редакцию правил дорожного движения. Что можете сказать? Есть вот эти вот тонкости и нюансы, которые, может быть, стоило бы исправить, но которые все-таки там остались? Ну, безусловно, конечно, есть. Есть те неточности, которые остались и их не исправили. Ну, для примера, было написано так, что запрещается перевозка пассажиров в прицепе. Поскольку, например, коляска мотоцикла, как ее называют, является боковым прицепом, сейчас это устранили. Разрешили там перевозку пассажиров, что, в общем-то, логично, она для этого и предназначена. Ну, например, те же детские прицепы, которые сцепляются за велосипедом, наверняка видели такие прицепы. Да, я вот буквально вчера такое видел. Вот. Остается, как и было, перевозка пассажиров в прицепе запрещена. А вот, кстати, автобус-гармошка, там же тоже прицеп? Да. По инструкции, по его техническим данным, вот эта задняя часть, назовем ее так, называется прицепом. Поэтому формально, с точки зрения правил дорожного движения, перевозка там пассажиров запрещается. Хотя мы-то, конечно, понимаем, что это же специально предназначено для перевозки пассажиров транспортное средство. Согласен, можно было просто написать, кроме прицепов, предназначенных для перевозки пассажиров. Сюда бы вошло все. Ясно. Какие еще такие моменты вот бросились вам в глаза? Которые остались или которые изменены? Которые остались. Которые остались, ну, например, правила дорожного движения, первый пункт правил, действуют только на дорогах. Получается, на прилегающей территории они не действуют. Вот раньше правила действовали на территории Республики Беларусь. Потом, с 2003 года, или 2006, точно уже сказать не могу, написали, что они действуют на дорогах. То есть сейчас на прилегающей территории, на заправках и прочих территориях таких правила не действуют. А у меня возникает вопрос сразу же. В вашей деятельности, как эксперты автотехников, встречались ситуации, когда происходили какие-то происшествия на прилегающих территориях, и кто-то пытался апеллировать к этому пункту в правилах? Да, было на заправках. Очень часто, когда обрывают шланг, ГАЕ оформляет это как ДТП. А суды это дело меняют, и как при, ну, скажем так, причинении вреда госимуществу. Потому что формально прилегающая территория, она не подпадает под дорогу. Ну, а если, например, ДТП на парковке у супермаркета, это ведь тоже как бы вроде как и прилегающая территория? Тоже не должны оформлять. Должны оформлять фактически участковое, поскольку это не является, скажем так, правилами дорожного движения. Но в реальной жизни мы вызываем ГАИ, и ГАИ оформляет ДТП. Да, потому что это осталось еще с тех времен, когда правила действовали на территории Республики Беларусь. Вот поэтому в эти нюансы никто и не вчитывается. Это странно. Еще может быть что-то то, что осталось и перенеслось из предыдущей редакции? Ну, что еще? Значит, например, один из смешных пунктов на телеге, то есть на гужевом транспорте, должен быть стояночный тормоз, то есть так называемый ручник. Этот правил уже существует с незапамятных времен, и все так и остается. Хотя я уверен, что никто из нас никогда не видел ручник на телеге. Ладно, новое правило. Там, например, появился велосипедный переезд, что-то новенькое. Что это такое, и все ли там понятно? Ну, формально, если скажем так, это изменение велосипедной дорожки. То есть раньше было пересечение с велосипедной дорожкой, сейчас сделали велосипедный переезд. То есть по сути, по своей, там изменения таких вот очень много мелких именно для специалистов. А с точки зрения велосипедистов, пешеходов, водителей, это фактически остался как бы велосипедная дорожка, которая пересекает проезжую часть. Она сейчас обозначается, может, зеленым цветом обозначаться, там, разметку чуть изменили. То есть она нам позволяет не спешиваться, если мы на велосипеде, пересекая проезжую часть. Это, наверное, хорошо. С одной стороны, да, но с другой стороны, там написано, что со скоростью не более скорости движущегося пешехода. Ну, во-первых, разные пешеходы, разная скорость. Во-вторых, как это можно проверить, проконтролировать. Я, например, знаю очень много ДТП, когда водитель подъезжает к такому, скажем, переезду. Ну, сейчас это пока называется велосипедная дорожка. Останавливается, смотрит, никого нет, он начинает движение. В это время, ну, у велосипедиста скорость гораздо больше, чем у пешехода. Выскакивает велосипедист, который, в общем-то, цепляет за бампер там или попадает по переднюю часть машины. Ну, и фактически всегда, практически всегда, скажем так, виновным остается водитель автомобиля. Хотя велосипедиста не было в тот момент, когда он переезжал этот переход. Ну, я как велосипедист, если я пересекаю проезжую часть по такой дорожке, сделаю это действительно с небольшой скоростью, чтобы водитель меня мог заметить. Но давайте, ладно, пойдем дальше. Гораздо более популярная сейчас штука – это средство персональной мобильности. Такой новый термин появился в наших правилах. То есть это все, что с моторчиком и позволяет на этой штуке какой-то ехать. Я так понимаю, что одними электросамокатами явно невозможно было ограничиться, поэтому появился такой новый термин. Да, есть такое. Для того, чтобы сказать о средствах персональной мобильности, вот читаю. Пешеход – это 2.46, физическое лицо, участвующее в дорожном движении. Здесь все осталось как бы на лыжах, на инвентаре. К пешеходу приравнивается лицо, передвигающееся с использованием средств персональной мобильности. То есть получается, является ли этот человек пешеходом? Приравнивается. Но с другой стороны, вот написано, пункт 2.60, штрих 1. Средства персональной мобильности – это два пункта взаимосвязанных. Устройство или приспособление, не являющееся транспортным средством, приводимое в движение двигателем и предназначенное для индивидуального или совместного в случае наличия специально оборудованных мест для сидения, использование пешеходами. Я акцентирую этот момент. И дальше в скобках. Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо и прочее. То есть получается уже конкретное указание, что эти лица – пешеходы. Так вот вопрос остается, они приравниваются или все-таки являются пешеходами? Это очень важно, потому что дальше уступить, сейчас это называется, он будет предоставить преимущество, пока называется уступить дорогу, но чтобы не было путаницы, будем называть пока так. Пешеходу. А будет ли лицо приравненное пользоваться такими же правами? Потому что разные пункты, хотя и об одном и том же говорят, о средствах персональной мобильности. Но в одном пункте, где конкретно идет определение пешехода, сказано, что он приравнивается, а там, где описывается средства персональной мобильности, написано уже конкретно, используемое пешеходами. То есть лицо является пешеходом. То есть уже противоречие даже в этих измененных пунктах. Так, еще знаю, что в правилах появилось комбинированное транспортное средство. Что можно об этом сказать? Комбинированное транспортное средство здесь имеется в виду, я уже не буду зачитывать термин, при буксировке. Комбинированное транспортное средство, состав транспортных средств. То есть получается, по определению оно вроде одно, но там участвуют в движении два транспортных средства. И невольно возникает вопрос, а сколько же тогда водителей? Первый водитель, который буксирует, или оба, если, например, нарушает что-то второе, ну, условно говоря, там права забыл или без прав, буксирует машину, является ли он водителем в этом случае? Потому что по определению комбинированное транспортное средство одно. Значит, должен быть один водитель. Не может в одном транспортном средстве быть два водителя. Но написано дальше, что это состав транспортных средств. Поэтому получается вроде как два. Поэтому вот такая вот неточность тоже есть. Островок безопасности, в новых правилах произошло изменение определения этого вида дорожной инфраструктуры, или как это правильно назвать? Да. Было написано ранее, что островок безопасности, там описание поднятой над дорогой, я уже не буду зачитывать. И дальше было написано, что он мог ранее быть определен в случаях Министерства внутренних дел при помощи линий горизонтальной дорожной разметки. Сейчас этого определения нет. Поэтому на сегодняшний момент, но я имею в виду уже на сегодняшний, как на новое правило. Сейчас, конечно, пока еще есть, пока новые правила не вошли в действие. Поэтому с новыми правилами уже островка безопасности, обозначенного разметкой, уже нет, не существует. Но фактически где-то могут остаться. Они останутся, они есть. И как быть, например, разникают вопросы, пешеход переходит, и всю разметку сразу изменить нельзя. И когда пешеход, допустим, после уже вступления в силу правила дорожного движения, будет переходить, и там будет такой островок, нарисованный разметкой, будет ли считаться, что он есть. Давайте про таксистов поговорим. Раньше таксист мог не пристегиваться. Теперь же у него появилась обязанность в определенных ситуациях пристегиваться. Да, сейчас получается, что водитель такси, когда перевозит пассажира, может не пристегиваться. Во всех остальных случаях без пассажира он обязан быть пристегнут. Тут главный для меня вопрос, какая логика этого решения. Ремень безопасности мы используем для того, чтобы человек получил меньше травм в случае ДТП или не получил их вообще. Ну, я не могу объяснить логику. Мое мнение, может быть, для того, чтобы не совершили, скажем так, преступление при помощи ремня, может быть, чтобы не задушили его там, я не знаю. Ну, ладно, в общем, это для нас останется загадкой. Всякие разговоры по телефону за рулем. Понятно, что это очень опасно, и произошло изменение. Да, сейчас произошли интересные изменения. И написано сейчас так. Это пункт 10.4. Пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радиотелефонной связи, иными, не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке, либо воздействовать на них рукой. На все радиотелефоны, скажем так, даже в том числе, которые присоединяются при помощи Bluetooth в автомобиле, требуется воздействие рукой. То есть мы должны нажать какую-то кнопку. Чтобы отвесить. Да. Более-менее такие старые машины, где нет встроенных Bluetooth, у водителя на ухе есть Bluetooth, водитель должен нажать кнопку, чтобы разговаривать. А сейчас, получается, мы воздействуем рукой на такой Bluetooth, то есть формально опять по тексту правил дорожного движения использование таких устройств запрещается. Ну что ж, я напомню, что сегодня в теме мы обсуждаем новую редакцию правил дорожного движения, которая вступит в действие в октябре 2022 года. В студии Владислав Радюков. У меня в гостях независимый эксперт Александр Коноплицкий, автор книга ПДД и ДТП, судебный эксперт автотехник. Продолжим разговор через несколько минут. Я думаю, что мы еще немножко поговорим о том, какие положительные изменения произошли в правилах дорожного движения. Оставайтесь с нами. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Продолжаем разговор о новой редакции правил дорожного движения. В студии Владислав Радюков. У меня в гостях эксперт Александр Коноплицкий, автор книг АПДТ и ДТП, судебный эксперт автотехник. В соцсети ВКонтакте ищите группу проектов «В теме». Там оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. На YouTube, если вы смотрите, также обсуждайте сегодняшнюю тему. Нам будет интересно почитать ваши комментарии. Продолжаем разговор. Вот по поводу мостов. Интересное изменение произошло. Что же там произошло в правилах? Значит, сейчас в правилах дорожного движения мосты как таковые отсутствуют. Не с точки зрения архитектуры, конечно, а с точки зрения правил дорожного движения. Раньше было написано так. Пункт 72.4. Разворот, например, разворот, запрещается. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними. Сейчас оставлены только путепроводы. Дано определение путепровода, и мостов уже нет как таковых. Вот как на мосту теперь можно будет разворачиваться. Можно разворачиваться. И остановку, и стоянка. То же самое с обгоном сейчас. То есть на мосту можно обгон. Сейчас мостов как таковых нет. Это интересно и необъяснимо. Может быть, мы уточним у сотрудников ГАИ, по какой причине так произошло. Знаю еще, что убрали термин «тихосмотр» в правилах дорожного движения. Ну, я считаю, что он сам по себе, такой термин, был лишним. Почему? С точки зрения правил дорожного движения, нарушить его нельзя. А определение самого техосмотра, то есть фактически прохождение контроля исправности транспортного средства, его наличие этого термина в правилах, оно никак не решало никакой важности, скажем так, на отсутствие ДТП или его... Но требование, чтобы автомобиль был исправен, наверняка осталось. Мы же не говорим не про требования, а про термин. Хорошо. Есть еще такая интересная штука. Правила дорожного движения. Любые правила, они определяют, как должно быть. Но есть несколько пунктов, в которых написано, что что-то рекомендуется или как-то там по желанию, я боюсь уже с формулировками ошибиться, речь идет об использовании шлема при движении на средстве персональной мобильности. Да, сейчас написано, что рекомендуется. Но дело в том, что это мое мнение, конечно. Если человек, скажем так, себя уважает, заботится о своей безопасности, конечно, он шлем будет использовать. В остальных случаях это его желание, в общем-то. Стоило ли об этом писать в правилах? Совершенно верно. Точно так же, в принципе, стоит использовать шлем, когда ты катаешься на роликовых коньках или даже на велосипеде достаточно серьезно. Да, это желание, скажем так, человека. Поэтому сам пункт правила рекомендуется. Я считаю, что в правилах быть не должен. Точно так же, как они убрали, вот мы с вами говорили, включение аварийной сигнализации при движении задним ходом. Рекомендуется. То есть, хочу включаю, хочу не включаю. Такие пункты не могут быть правилами, потому что их выполнение не является обязательным. Знак шипованной шины точно так же стал факультативным. Ой, со знаком шипованной шины я бы, конечно, ну, мое мнение, я считаю, что поторопились его переносить в разряд по желанию. Представьте себе такую ситуацию. Едут два автомобиля. Ну, зима, скажем так, или поздняя осень. А в одинаковые автомобили водитель примерно знает, какой у него остановочный путь. Здесь все прекрасно, все соблюдает. Но передний автомобиль шипы, задний нет. Как вы думаете, остановочный путь уменьшится? Естественно, в каких-то условиях остановочный путь на шипах будет меньше. Но задний водитель рассчитывает на то, раз нет знака, что там стоит обыкновенная резина, что у него будет остановочный путь примерно такой же, как и у него самого. Ну, получается, тот останавливается быстрее и, соответственно, ДТП. Формально виноват будет задний с несоблюдения дистанции. Ну, я бы тут с вами поспорил, потому что в какой-то реальной жизненной ситуации, когда вот кто-то уже перешел на зимнюю резину, а кто-то еще не перешел с летней, и тот, кто спереди едет на летней резине и ничего не нарушает, а тот, кто сзади на задней, что тоже вроде на зимней, тоже не запрещено. Но тормозной путь у того, кто на летней резине, будет намного меньше, чем у того, кто на зимней резине. Я с вами соглашусь, ситуации, конечно, разные. Здесь можно говорить долго, у одного под колесом может оказаться песок, у второго лед. Но мы говорим, скажем так, условная ситуация, когда два одинаковых автомобиля будут тормозить. В каких-то определенных одинаковых условиях. Вот, кстати, по поводу шипованной резины. Вроде бы как сейчас появилось требование не использовать ее летом. Это так? Да, такое требование появилось, но в то же самое время отсутствует требование не использовать зимнюю резину летом. Дело все в том, что это не секрет, зимняя резина, она летом плывет, как говорят водители. Она более мягкая, поэтому в жару, когда тепло, резина становится еще более мягкой, машина плавает. То есть она хуже держит дорогу. В то же самое время, вот если вы обратите внимание, когда будете стоять на светофоре, справа-слева посмотрите, вы обязательно увидите один или два автомобиля на зимней резине летом, когда температура 28-29. Ну, шипованная резина еще и разрушает дорожное покрытие, поэтому с этим я согласен, что летом точно не стоит. Абсолютно согласен, но я бы еще запретил использование зимней резины летом, потому что это именно... Может быть, в следующей редакции правил дорожного движения. Ну, будем надеяться. Положительные какие-то моменты, которые появились, вот говорят о том, что теперь, когда водитель не пропускает пешехода, закрепилось правило двух полос. Вопросов теперь уже точно не будет, когда тебя останавливает сотрудник госавтоинспекции и говорит, ты не пропустил пешехода. Теперь точно все будет понятно? Нет, как раз таки не все будет понятно. Вы представьте простую ситуацию. С одной стороны, на широких дорогах это более-менее понятно. Очень много улиц, которых есть по одной полосе движения в каждом направлении. Пока взрослый пешеход, ну, простая ситуация, вы видите, пешеход подходит к проезжей части. Пока он идет к проезжей части, для вас опасности никакой. Но как только вы подъезжаете к пешеходному переходу, если он успеет сделать хотя бы один шаг, то есть поставит ногу, между вами уже в любом случае не может быть двух полос, потому что там всего две. Стоим, пропускаем. Да, получается, здесь несколько такая, ну, ситуация каверзная. Действиями одного участника дорожного движения, пешехода, становится виновен водитель. То есть делает один, а виновен становится второй. На автомагинстралях разрешили 120. Да. А мотоциклисты, раньше они должны были ехать со скоростью 90 км в час. Изменилось требование по скорости? Сейчас про легковые автомобили мы говорим. Вот сейчас написано так. Легковым автомобилем, а грузовым с технически допустимой общей массой не более 3,5. Мотоциклам на автомагистралях, а дорога для автомобилей не более 120. То есть, если мы говорим про автомагистрали, на остальных дорогах не более 90. То есть мотоциклам 90 остается... Написано так, получается. Даже если на какой-то дороге будет знак повышающей скорость до 110, предположим, но это не автомагистрально, просто... Нет, у нас дорога для автомобилей, синие знаки такие. Синие знаки, и там стоит знак повышающей скорость более 90 км в час. Они сами приравнены. Нет, не совсем так. Магистрали у нас как таковых нет, знаков магистрали. Но дорога для автомобилей, она приравнена по требованию правил именно к автомагистралям. То есть, там водитель мотоцикла сможет ехать, наконец, в потоке. Вот по данному пункту, да, еще раз. Легковые автомобили, грузовые с технически допустимой общей массой не более 3,5. Мотоциклам на автомагистралях и дорогах для автомобилей не более 120. На остальных дорогах не более 90. А теперь решен вопрос с тем, как мы поворачиваем на зеленую стрелку. Да, сейчас уже сделали более конкретно. Раньше было написано только, что тот, кто движется на красный сигнал светофора совместно с дополнительной стрелкой, обязан уступить дорогу. Сейчас же вынесли изменения и дописали уже конкретно, что тот, кто едет на зеленый основной сигнал светофора со стрелкой, имеет преимущество. И это очень хорошо. Эвакуировать теперь смогут автомобили, которые занимают места для зарядки электромобилей. Не только для зарядки электромобилей, но и места для стоянки транспортных средств с табличкой «Инвалид». Табличка «Инвалид» должна быть обязательна. Нет, если человек ее повесил, он имеет право там стоять на таких местах. А если там написано четко, что это места, предназначенные для транспортных средств, обозначенных табличкой. Кстати, владельцы электромобилей задают резонный вопрос. Если я поставил автомобиль заряжаться на место для зарядки, он уже зарядился, вроде как не заряжается, получается, что его можно эвакуировать. Ну, скажем так, я этим вопросом пока не задавался. Но дело в том, что зарядка, она сейчас сформулирована как остановка. А когда будет зарядка закончиться, мы же не знаем, через 5 минут, через 10, через 20. Но, скажем так, этот вопрос я пока не изучал. На самом деле много таких еще моментов, но время нашей передачи подходит к концу. Я думаю, что, может быть, мы еще вернемся к этой теме, когда уже вступят правила дорожного движения. Я думаю, что более точно мы сможем поговорить где-нибудь в ноябре-декабре, потому что в конце октября правила вступят уже в силу, появятся какие-то изменения, как таковые, на дорогах, и, естественно, появятся вопросы у водителей. И тогда уже более предметно по всем этим пунктам можно будет поговорить. Напомню, что запись сегодняшней программы, как всегда, будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, на наш канал на YouTube. Программу для вас подготовил и провел Владислав Радюков. У меня в гостях был эксперт-автотехник Александр Коноплицкий, автор книг АПДТ и ДТП. Большое спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти. Надеемся, что правила новые все-таки в целом будут позитивные изменения, которые приведут к уменьшению проблем, возникающих на дороге. Хотелось бы. В любом случае ДТП – это плохо. Когда гибнут люди, такого быть не должно. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах. На сайте radiosfm.by.